От суперкаров до народных. Новинки Франкфурта 2017. Фанкфуртский автосалон покажет, на чем люди будут ездить в ближайшем и далеком будущем. Во Франкфурте 12 сентября стартовал один из самых крупных и престижных автосалонов этого года. Два дня новинки автопрома были доступны только для прессы. С 14 сентября, заплатив 14 евро за билет, оценить экспонаты на колесах могут все желающие. Фанкфуртский автосалон признан одним из важнейших мотор-шоу года, на котором ведущие автопроизводители рассказывают о том, на чем будет ездить как в ближайшее время, так и в далеком будущем. В этом году автосалон во Франкфурте открылся уже в 67 краткой раз. Шоу в Германии чередуется с парижским автосалоном и проходит раз в два года. На мероприятие не приехали Ниссан, Волву, Тьюжоу, Диэс, Файет, Элфироу Миоу, Джип, Инфинити и Митсу Бищи, на долю которых в общей сложности приходится пятая часть европейских продаж. Вероятной причиной этого является нежелание состязаться с немецкими брендами, которые получают львиную долю внимания посетителей. Несмотря на такие потери в рядах, порядка 50 брендов привезли во Франкфурт свои мировые премьеры и новинки. По сообщениям СМИ, самым запоминающимся оказался павильон Mercedes-Benz, похожий на многоуровневый дворец в форме спирали. Среди новинок представлен один из самых дорогих концептуальных автомобилей в мире – суперкар Mercedes-AMG Project One за 2-3 миллиона евро. Павильон BMW не так помпезен. Тут есть как концепт-кар Vision Dynamics, так и модели из экологической линейки i. Естественно, что у Volkswagen Stand по размерам не уступает Mercedes-Benz. Там представлены марки концерна, от народных до люксовых. Интересно, что к 2030 году Volkswagen планирует сделать электрические версии каждой из моделей концерна. Самые крутые новинки и концепты фанкфуртского автосалон в 2017 в галерее Correspondent.net. По материалам сайта NewsGro.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...